Боевики по-прежнему нарушают режим прекращения огня. По сообщению штаба АТО, за минувшие сутки позиции украинских военных обстреляли 10 раз. Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями калибров. Боевики использовали 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Все подробности о ситуации на Донбассе узнаем от Игоря Левенка. Донецкое направление, поселок Зайцево. Во фронтовых сводках этот населенный пункт фигурирует постоянно. Боестолкновения и вражеские обстрелы здесь повседневное явление. Это одна из самых горячих точек на Донбассе. Працуют минометы, АГС, стрелецкая оружие часто працюет. Останним часом працюют часто снайперы. Бойцы утверждают, это только сегодня ночью враг применял такой арсенал. А на днях Зайцево боевики плотно накрыли еще из крупнокалиберной артиллерии. Алексей рассказывает, чудом остался жив. Бежал в укрытие, как вдруг разорвался вражеский снаряд совсем рядом. Но, к сожалению, на этой неделе повезло не всем бойцам. Среди защитников Зайцево есть потери. Один солдат ранен и еще один погиб от снайперской пули наемников. Это на ВОПе. Вони на ВОПе копали, прокопывали, прочищали траншею, когда его застреляли. А это что за пострелы? Это может быть снайпер? Может быть снайпер, может, где спостерегают, то могут периодически одиночными даже с автоматом стреляют. Ну вот. Это они там сидят? Да, они там спостережные пусти, позиции. Это они звездо наваляются? Ну, звездо они корректуют, скорее всего, в огонь. О плотности вражеского огня свидетельствуют воронки. На пятачке земли, площадью не более 10 квадратов, разорвалось две мины и два снаряда. Всего же по поселку враг сделал около шестидесятков залпов. Говорят, что в одну воронку дважды снаряд не попадает. Но вот здесь можно убедиться, попадает еще и как. Враг бесится и палит изо всех стволов. Но армейцы уверяют, на этой войне главное не оружие, а боевой дух и мотивация. Виталию 27. 4 февраля вражеский снайпер прострелил ему ногу. Два месяца реабилитации и парень снова на передовой. Все хлопцы тут знаходятся, а я чему буду в частыне судить. Из Донецкой области Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...